Рисунок 1 Рисуем изорный взгляд и огромное ухо, лапы и хвост. Замешиваем фиолетово-серый цвет. Слон готов. Исходное положение тоже. Обводим ладонь загнутыми пальцами, соединяем плавной линией пробел. На панцире закручиваем спираль, рисуем глазки и рожки. И пока улитка не уползла, раскрашиваем ее дом и наводим макияж. Изумруд и фуксия – прекрасное сочетание. Расправляем ладонь, большой палец загибаем, но не прячем полностью, обводим. Выразительный взгляд, нос, улыбка. Теперь только гривы не хватает. Рисуем погуще, коричневого цвета. Вот и лошадь. Загибаем мизинец и безымянный палец. Обводим. Соединяем контур полукругом. На стыке среднего и указательного пальца рисуем черный глянцевый нос. Теперь глаз, улыбка и усы. Получился очень обаятельный грызун. Рисуем крокодила. Обводим ладонь загнутым мизинцем и безымянным пальцем. Рисуем чертокол белых острых зубов, глаза и придаем цвет гостю из Африки. Получилось очень зловеще и натурально. Загибаем четыре пальца. Обводим. Переворачиваем заготовку. К ней прикладываем ладонь, слегка выдвинув вперед мизинец и указатели. Обводим. Добавляем к вакушке длинные лапы. Большие круглые глаза, очень блестящие. И нос. А теперь делаем так, чтобы лягушка смогла спрятаться. Цвет называется защитный. Для большей конспирации рисуем рыжие пятна. Болотный обитатель получился нарядным и, похоже, очень довольным. Такой зоопарк можно нарисовать вечером в приятной компании, провести экскурсию, а может быть и вовсе выдумать тех, кого в природе не существует, да еще и название придумать.